Всем привет, ребята! Я вас рад приветствовать на своем канале. В это солнечное и светлое утро я бы хотел обсудить тему того, что у нас в 2021 году ожидается до 178 тысяч банкротств, ребята. Как и физических лиц, так и других лиц. И давайте немножечко на этом остановимся и обсудим, почему так происходит. Изначально, ребята, я бы хотел рассказать про одного своего знакомого. Это хороший молодой человек, где-то от 35 до 40 лет. И, кстати, ребята, я вам могу сказать, что средний возраст у нас, ребята, людей, которые банкротятся, начинает смещаться. Если это раньше было 45 лет, то сейчас это уже 47 лет, да, понимаете? Это средний возраст людей, которые собираются банкротиться. Тенденция немножечко, естественно, не очень веселая. А почему так происходит, спросите вы? И как вообще подать на это банкротство? И что для этого нужно? Я, ребята, этот ролик снимаю просто для души, не для рекламы. Поэтому называть какие-либо компании я не считаю нужным. Все очень просто. Если у тебя долг выше 500 тысяч рублей, ты можешь подать на банкротство. Если у тебя долг ниже 500 тысяч рублей, то ты тоже можешь подать на банкротство. Просто два вида банкротства бывают разные. Есть, по-моему, арбитражное. Это когда ты там задействуешь такого вот арбитражного исполняющего. Есть судебное. Это когда очень все жестоко, короче, у тебя суд. И ты начинаешь все это через суд урегулировать. Я, слава богу, конечно, не собираюсь как бы это делать. Да, да и бог миловал вообще от этих кредитов. Спасибо, естественно, ютубу. Но, в принципе, в принципе, практикуется такое вот сейчас. А почему? Да потому что пандемия, ребята, раз. Потому что проще сейчас это сделать, два. И потому что людям просто не оставили выбора абсолютно никакого. Вы же понимаете, вот что такое кредит. Вот давайте фактически сейчас сядем и немножечко порассуждаем. Ты человек. Ты получаешь зарплату. У тебя все нормально. Ты берешь себе автомобиль в кредит. Ты берешь себе трубку в кредит. Ты берешь себе, ну, я не знаю, там, одежду кто-то берет. Сейчас в кредит нет. Но если уже курицу стали вон в кредит в некоторых магазинах, да, продавать в рассрочку, купите у нас товары там на столько-то, мы вам дадим кредит. Это вообще трэш какой-то. То надо полагать, что, возможно, дают уже и это в кредит. Я ни коим образом ни над кем не смеюсь, я понимаю всю эту ужасающую, в принципе, ситуацию, да. Когда человек, возможно, хочет работать, хочет заработать где-то, а заработать просто негде, да. И если вы мне там будете рассказывать, что да ладно, работы есть, вон на вахте есть, вон там есть, вон сям есть. Я, ребята, это все знаю. И смотрел я ролики, какая там сейчас зарплата на вахте, и как ты будешь жопу там за 60, в минус 60 морозить за 45-50 тысяч, это тоже, как бы, да, и жить в вагончике с мужиками, да, вот, будете все вместе там вонять и пить водку. Это, конечно, трэш полный, да. Не все хотят так ехать и не все хотят этим заниматься. Вот мой знакомый, ему где-то 45 лет, он педагог сам по себе, да, хороший, веселый, подпедагог такой, все у него было нормально. Ну, как-то получилось, что он в школе типа не работает, что-то набрал кредитов. А куда он набрал кредитов? А помните, вот эти хайпы были всякие, начиная там вот это кэшбери, еще какое-то, вот в одном из них он участвовал. Вот, он говорит, я сначала там что-то сотку забросил, вроде пошло. А, думаю, блин, надо еще, короче, еще 200 забросил, вроде пошло. 300 взял, и это 500, то есть, и хлопнулось, все хлопнулось. Вот они, сука, легкие деньги. Ругаю я ли я его? Нет, конечно, но как я могу ругать человека? Он это осознал, да. Хуже, когда, знаете, да, когда алкоголик, например, говорит, я не алкоголик, ты меня так не называй. А почему ты не алкоголик, да, ты каждый день пьешь? Нет, это я выпиваю, я не алкоголик. А алкоголик это вон тот парень, который на лавке валяется, мать его, лицом в грязь. Вот он алкоголик, а я еще нет, да. Начинает пить два раза в день, утром и вечером. Да, алкоголик, я не алкоголик. Лечиться будешь? Нет, я не буду лечиться. То есть, почему? Но я еще не дошел до того момента, когда вот блевать за углом, да, вот как вон тот парень, да. Вот, уже начал потом в итоге блевать за углом, все равно, нет, я не алкоголик, потому что я еще с утра до вечера вот так в доску не лежу, да, на диване не поднимаясь вообще. Нет, потому что вон сосед есть такой. То есть, фишка в осознании. Мой вот этот знакомый, он осознал, говорит, я вот так сел однажды, думаю, боже мой, как я был неправ, зачем я играл в эти хайпы. Вы вот напишите ваше мнение, почему, то есть, вы понимаете, насколько сейчас тоже тут есть несколько знакомых, они вкладываются в это. Ну, я как бы все это прошел еще, наверное, в 2010-х, то есть, мы с друзьями уже тогда этот рынок изучили, как строится вот эта вот психологическая, так скажем, поэтапность у тебя в голове, парадигма, когда тебе, ты забросил денежку, тебе процентик, да. И ты такой вроде, блин, ну ладно, капают они потихоньку, капают, но запомните, 99% случаев, что человек эти деньги не снимает. То есть, фактически он не может воспользоваться этими процентами именно не потому, что ему не дают, а потому что он сам не хочет, потому что он сидит на этом хайпе, это же хайп. Ты понимаешь, блин, ну платят вроде, ладно, пусть еще заплатят, пусть еще заплатят, я потом обязательно сниму, ты потом ничего не снимешь, потом схлопнется эта пирамида, и все. Так всегда происходит, ребята, всегда. У меня где-то до 15 знакомых, которые капиталы, бабки на квартиры продавали, дачи продавали, и все вкладывали в хайпы. Ну дураки, как еще назвать, дураки, конечно, легких денег не бывает, да, и как говорится, мир делится на два типа людей. Это одни дураки, которые хотят лежать на диване, ничего не делать, но при этом, чтобы получались и капали откуда-то деньги. И вторые дураки, которые готовы пахать, вкалывать практически бесплатно. Вот на вот этих двух дураках держится как бы вся система мировая, финансовая, и от этого никуда не уйти. Если вы, конечно, со мной не согласны, вы можете высказаться, да. Если согласны, то тоже выскажетесь. Я, конечно, тут никакой не спикер, да, не претендую ни на какие мегамнения там, да. Я просто веду канал, общаюсь каждый день на разные темы, да. Мне просто иногда жалко, да, что такую информацию у нас по телевизору не скажут, да. То есть никогда не скажут, что вот у нас 180 тысяч хотят подать на банкротство, да. И потому что они устали кормить банкиров. Потому что, в принципе, банкиры это люди, которые абсолютно ничем не рискуют. Они берут деньги в одном месте, накручивают процент. Они берут деньги в одном месте у своих друзей, накручивают процент. Потому что если ты или я захотим открыть банк, я думаю, что, в принципе, закончится все где-то вон, вот в том поле, с лопатой в руках. Ну, это для нас, да. Но это грубо, ну, примерно так и есть, да. Поэтому берут деньги у друзей в одном месте и в другое место как бы их как бы, ну, перевозят, перечисляют, да. Приходит туда Вася, берет и говорит, я хочу взять себе на машину. Вася, зачем тебе машина и какую ты хочешь? Я себе хочу представительскую D-класса, какую-нибудь корейскую. Потому что там во дворе у меня все сменили тачки, я хочу. Вася, ты не думал о том, что ты можешь ездить на Лада Гранта? Она стоит там 250 тысяч рублей, в принципе, тоже седан, но не очень представительская. Нет, говорит Вася, я не буду на такой ездить, потому что я считаю, что я в 35 лет должен ездить на хорошей машине, как и все мои соседи. Дураки, которые тоже взяли это все в кредит. Дальше происходит следующее. Вася понимает, что что-то как-то он, по-моему, непосильный себе взял-то Колымагу. Что-то как-то и работа вроде бы, ну, платит деньги, а что-то цены в магазинах все прям туда и туда устремляются. Захожу, там, молоко, да, 35 было, сейчас уже что-то вроде 42, что-то яйца там стоили, я не знаю, 60, сейчас уже 80. И вроде бы все как-то на прежнем уровне, и зарплата та же, да, только что-то платить кредит нечем. И как-то вроде она иномарка, и не такая уж иномарка, и нужна ли она мне сейчас? Да бог его знает, и задумываешься, а можно ли было на Гранте ездить? Да вроде так же, руль, четыре колеса, да. Ну, коробка механика, ну и ладно, господи, не такой уж я и барин-то прям на самом деле. А нет, нет, ребята, при капитализме нужно, чтобы каждый холоп и каждый вот этот крестьянин думал, что он все-таки что-то может в этой жизни, да, и нам это дарит капитализм. То есть, почему капиталисты богатые? Да потому что они кормят бедных, вот и все. Поэтому, ребята, это исключительно мое мнение в этом видео. Вы можете с ним согласиться, вы можете с ним не согласиться. Я жду ваших комментариев в описании. В любом случае, я Дмитрий, да, я вас всех очень люблю, Димон вас любит, ребята. Подписывайтесь на мой канал, бизнесолог, это сочный контент, здесь будет, ребята, интересно. Поэтому лайк, колокольчик жмите, чтобы получать уведомления. До скорых встреч, ребятушки, всем пока.